АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю всех нас с праздником. С праздником, встречи с замечательным человеком, с замечательными людьми. Кто-то уже сказал из великих, что самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения. Вот сегодня мы имеем такую возможность. Вечер называется «Племительная пыль кулис». Как вы догадываетесь, весь он будет связан с театром. И к театру, прежде всего, имеет отношение только что прозгласивший эти красивые слова поэт, ученый, отец, муж, дедушка. Продедушка уже нет? Нет? Нет еще пока. Ну вот-вот, я так понимаю. И все, что сегодня будет происходить, связано с театром. А началось это довольно-таки рано, еще в студенческие годы на биофаке. Наверное, вы знаете, что до сих пор жива агитбригада Биологического факультета Московского университета. И они по традиции свои ансамбли называли «Манцы» и «Ижанцы». Это мужской ансамбль и женский ансамбль. А сегодня будет на сцене «Жманцы». Это женско-мужской ансамбль, биофака. Я бы сказал, такого зрелого, среднего, вернее, поколения. Они, в общем-то, по сравнению с нами, с Дмитрием Антоновичем, все, в общем, салаги. Так, пожалуйста, на сцену вызывается ансамбль биофака. И они попробуют реконструировать, как это было в том студенческом спектакле, который назывался «Камарики». Правильно я говорю? «Камарики». И пьесу написал Дмитрий Антонович, да? Нет. А, ну там четыре было автора. Ну, пьеса, она уже как-то затерялась в глубине десятилетий. А песни обрели самостоятельную жизнь. И некоторые просто, да все шедевры, я бы так сказал. Стихи, естественно, Дмитрия Антоновича. Да, кстати, поздравляю Дмитрия Антоновича с восемьдесятилетиям на Дмитрию. Песни уже давно покинули этот спектакль и зажили своей самостоятельной жизнью. И они проявили такую живучесть, да, что витальность, я бы так сказал, научным языком. Что есть подозрение, что это гениальные песни. Стихи Сухарева, музыка Гена Шангин-Березовского. Стихи Сухарева, музыка Гена Шангин-Березовского. И мы с тобой скинем пророкшие плащи. Снакомые шоссе от поляровок и ночью. В Свиньи город, Свиньи город, идем. Старым путем, милым путем. В Свиньи город, Свиньи город, придем. Здесь с друзьями жили веселую любовь. И мы однажды ей такой же голубой. Ты помнишь плечи наши, угры под ним пальто. И слов не сказавши, мы поняли все то, все то, все то, что в этом месте нам вспомнилось. Все то, о чем мне песня не может рассказать. Все то, что у нас с тобой есть, Свиньи город, пройдет. Все то, что знаем только мы одни. Старым путем, милым путем. Свиньи город, Свиньи город, придем. Старым путем, милым путем, милым путем. Свиньи город, Свиньи город, придем. Да, 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 старым путем, милым путем. Свиньи город, Свиньи город, Свиньи город, придем. Аплодисменты 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 Одна из песни с того же спектакля А он В том же составе Темые звезды Ближай за свободы Темные звезды И свет над страной К нему пригорелся с уровня ночи, И я не могла поспать. Пошло бы тебя из дружки влюбнуть, Пошло мне глаза заглянуть, И не мечтаю о крыше вновь И без пища заглянуть. Крану встал снова и паук, Ветер, паук, но мы не дай нам Мягче траву, дай нам покрепче чай, С каждым шагом паук, Тарит огонь снова, Значит, снова паук скажет Примогу прощай. Мы не придумана песня в реке, Мы не носили ее в рюкзаке, Мы зачеркнули ее в ромнике, Как раз в муах пустость. А теплый синий она рождена, Ее стучит на рассвете жопа, И без паук, но мы не дай нам Дай нам покрепче чай, Крану встал снова и паук, Ветер, паук, но мы не дай нам Мягче траву, дай нам покрепче чай, С каждым шагом паук, Тарит огонь снова, Значит, снова паук, Ждут вас дороги страны, И мы не днем с ним лежать за спиной, И мы не днем с ним лежать за спиной. И мы не днем с ним лежать за спиной. По шумным мостовым Гуляет крестопад, Какой-то верняк, Шутки кресты в проскопах, Где танца вонокла, Сиреневая плавка, Где с лучами греха, Шуршатки и шобра, Где цепрета яшечка, Теперь нам не поют Столковые грозды, Но йодки достают На утрене звезды, Все дальше вечером Пригла твоя пелица. В тюрьме и моем, В тюрьме и моем, В тюрьме вдвоем, По покрову ковру, Под море и тюрьме, Сверху не рядом не идем. По морозам розыка, По звездам розыка, По тюрьме и брусину моем, В тюрьме и моем, В тюрьме и моем, В тюрьме и моем бульвары, Не знаю, почему, Мне вдруг на том, Мне в лето шальвён Осенний листокар. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Шальвён осенний листокар. Аплодисменты 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 Ну вот, было такое время, когда мы познакомились с супругой Юрия Висбора, Евгеньей Ураловой, Женей Ураловой. Ну, помните это стихотворение Дмитрия Антоновича, где он там уж на что, там чего-то хитер, а Лысину утер. Вот когда мы познакомились с Женей Ураловой. Ну и вот какие-то пошли совместные действия на местности, там на даче ездили, на лыжах катались. А потом зашли в театр Ермоловой, вот, и оказалось, что они собираются в театре Ермоловой ставить «Мэри Поппинс». И вот тут и Виктор Берковский был. И получилось так, что мы с Витей сочинили музыку. Какие-то песни были готовы, там из шотландских в переводе Токмакова «Купите лук, зеленый лук, петрушку и морковку». Конечно же, это перевод Захадера, но как-то в песне было стихов Захадера. И театр попросил Дмитрия Антоновича сочинить стихи для музыкальных номеров. А мы с Берковским большим удовольствием работали над этим спектаклем. Кстати, он шел более 15 лет. В общем, около тысячи спектаклей, оказывается, было. Это были глубокие 70-е, 80-е годы. Сейчас мы попробуем с Вида Чебоксара, Вида и Жени Виктор. Там, вы помните, проблема, что большая текучесть кадров в семье мистера и миссис Бэнкс наблюдалась. Няне никак не уживались. И вот на эту тему такой последовательный, я бы сказал, дуэт мистера Бэнкса и миссис Бэнкса. А сколько раз я вас просил, уявите, что... Это, может быть, у мамы будет такой темп быстро, она будет спешить. А сколько раз я вас просил, уймите шум, уймите, поймите вы, поймите, что нету больше сил. Со всех сторон, как сто ворон, шумят, гремят и рады. Уйду, уйду в пираты, займу персинский трон. Куда ни кинь, куда ни глянь, ни где, ни в чем просвета. И все кричат про это, про нянь, про нянь, про нянь. Пропал покой, я день детской, дружусь в своей конторе. Чак-нибудь в этом поре, уйду на бриге в море. Их жут же там в просторе, умру, как в морской оле. Да, так и есть, ах, так и есть, живем, как в полагане. Все в доме вверх ногами, и мне хлопот не счесть. Без нянь крутится, господа, умеют обезьяна. Но леди без изъяна, без няни никуда. Все, чтоб проститься с няней Грин, она была в пути. С утра весь день крутила пластинку Луэн Грин. Еще была одна вдова, тогда играла гаммы. У нас от этой дамы болела голова. А няя Флинт ушла давно, поскольку вместо дела Сидела и балдела под музыку гуну. Но все шрибка моя рука, давайте не валяйте. Под музыку Гивальди, 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 Под музыку Гивальди со мною дурака. Ах, так и есть, так и есть, живем, как в полагане. Все в доме вверх ногами, и мне хлопот не счесть. Везде разгром, везде садок, ужасная картина. То мой, то паутина, то горе, то скрлотина, То наш сладком гидо, то твой кошмар, и то, Па-па, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Как себя супруга соз FRАДА. Везде разгром, везде садок, ужасная картина. То мой, то паутина, то горе, то скрлотина, Тон асфальтон ангина, Какой кошмарный дом. В общем, конечно, эту роль должен действительно играть мужчина, потому что это дама большого запаса мощности. Великолепно это исполнял Виктор Семенович Берковский. У меня неважно будут возникать его интонации. Мисс Эндрю входит в хозяйской походке, Поглядывает дом мистера и миссис Бенкс. Детей почти что не замечает, Так дарит их в незначительном взгляде. И что творят на белом свете Кустики цветочки с лепестком, Кустики цветочки с лепестком, С дороги все, А вот и дети, Знаете ли вы, кто привел к вам? Знаем, знаем, мы сегодня ждем вас очень тут, Мы вас ожидаем тут, Наказание Господне вот как вас дают. Вот что я такое слышу, Какая чушь, какая дерзость, Уже вы дотянуется, Что за дикость, что за мерзость, Я тоже всю эту дерзость доложи, Немедленно отцу нельзя. Но случиваться, конечно. И сын, и дочь, Ужасны оба, Жалко, что отец их не сетет, А это странная особа, Мэри Поппинс? Дайте немедленно расчет, Что вы, что вы, я считаю Мэри Поппинс клад, Мэри Поппинс просто клад, Коль ее, я же считаю, в доме будет ад. Не подпускать ее к ворону, Все, что вы сказали, ему дом. И если я привыкну в Богу, Поверьте, слава Богу, Я не ошибаюсь никогда. А сейчас я попрошу Дмитрия Антоновича, И он вам расскажет об одном спектакле, Который был поставлен где? Где-то далеко. Далеко? Вообще, нам экран полна будет, Я не знаю, как это присмотрено. Да, 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 да. Стоит столько, что желательно. Вот, мне было очень приятно, Когда биофаковская команда Наполнила те времена, Это было больше 50 лет назад, Когда спектакль Комарики на биофаке был поставлен, Там играли очень юные существа, А потом все время жизнь проходила Среди взрослых, пожилых и старых актеров. Но вот, несколько лет назад, Два или три года назад, Мне страшно повезло, Самодеятельный театр в городе Гомель, Белоруссия, Республика Белоруссия, Самодеятельный театр в городе Гомель, Крис Пешли такой, Кружок, Поставил спектакль по моим байкам. Я опубликовал байки в прозе Под названием «Юрий Висборр навсегда». Ну там, Вы же знаете, Кто бы ни начинал говорить о Висборе, Рассказывает фантастические истории. И там, В этом спектакле, Ребята в классе сидят, И друг другу рассказывают, Кто чего он знает о Висборе. А поскольку они ничего не знают, То каждый из них что-то фантазирует. Например, кто-то спрашивает, А как, кстати, его зовут? И они решают, что Рихард, Рихард Штраус, Рихард Вагнер, Рихард Зоргер, Рихард Ницше, Рихард Висборр Очень хорошо вписываются. И вот сейчас будет просто маленький кусочек Показан из этого гомельского спектакля. А потом я буду продавать. Уже. Итак, Ещё раз! И все! Все! И... И заялая! Солнечное слое! Ну, Через полчаса начинается Вы открываете первый день, самсунхами приедете нас слушать в этом в другой раз, а вы, вы, вот вы, например, вот вы, да, вы хотя бы знаете отец этого неизвестного шеневра, о котором вы так не счастливы пытаетесь исполнить? Господа, стесняюсь спросить, кто такой этот? Господи, мне уже не приехали, Саша, не скажи. Вин, я не могу, 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 я не могу. Я не могу, я не могу, я не могу. Да! Дети, у вас буквально три секунды, я считаю на трех. После того, как я считаю трех, то ты и два, мне поздно рассказать, правда, оботную историю из жизни Юрия и Озбериха. Весь баран. Раз, два, три! Аааа, как я ночью в ней не пустая. Не, разговаривать! Расговаривать! Ирина Кириллович, что? Иорий Иванович, визбор! Всюжи, нечего мне писать, над thoughted by the Luchina с оркестром? И подстребил он к президенту Старковичу. И снова другу перед Визбореву, которую сказал Старкович, учился в одном городе школе, потому что был очеред. А поскольку Узбореву замечался юбилея, то его, то и когда пришел посвятить конграду. Он забыл все дела, стал сказать о Кефир Биржона, но как-то зло, и Гиргири, и Тимирканов, и даже Герпес, он, Тарьян, были занят на полгода вперед. Вот, друзья, встретились и нашли выступы Тарьяна, и уломали виску Тарьяна, перенести премьеру Таргейда в лондонском Боэн-Гарсио. Биржон поздомолил эту штуку, просили ему писать партию на ранчели не в особом, а в скрипичном ключе, потому что в особый ключ он практически не подзабыл, а в скрипичном поперсироте, только ну и в бане тут немного сих пор. А чтобы я, да чтобы писал на ранчельный констер в скрипичном ключе, а позорить меня хотите перед мировой культурой? Гиргири, в каком-то реальности, извинялись из-за другой великий дидежон, нажимал печаль, посмотрел на барбе, хоть у мирных. Звучит музыка. 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 И мрак. Звучит музыка. 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 сочинял. Это был тихий ужас с нашей сегодняшней точки зрения. Поэтому Дмитрий Антонович взял этот водовиль и все переписал. И стихи, и песенки, и промежуточные фразаические тексты. Но все равно получился водовиль, такой бенефисный. Там одна есть актриса и три партнера. У актрисы эти бенефисы возникают возможности для перевоплощения, возникают возможности для того, чтобы показать свой актерский талант. Значит, история простая. Некая Полина, провинциалка из Костромы или Ярославля, выходит замуж за Журавлева, актеру малого императорского театра. Она мечтает сделать карьер на театре. Но пока еще она сидит дома, ухаживает за мужем и помогает ему в его творческой работе. А он на работе в основном играет, кушает подано. Но мечтает о больших трагических ролях. Ну и вот мы вызываем на сцену выпускницу Щукинского училища, актрису музыкального детского театра Терезы Дуровой Варвару Бисбор. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Помогите мне, Сергей Яковлевич. А, вот почему ты. Нет, 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 только поэтому. Вообще высокий. Метод Катурды просто зовут. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, хорошо, спасибо. Вот как дети выросли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, пожалуйста, гитару выдайте. Так, вон. Так. Есть, есть, да? Так, так, интравас найдите, милостой. Есть, да? Да, гитара. Гитара есть, да? Спасибо большое. Мы видим в первой сцене Полину в домашней обстановке, она еще ни во что не перевоплотилась, просто сама по себе девушка из провинции, но любит своего мужа. Мой муж Да, все несыгранные роли лежат повержены в пыли. Мои страдальцы по неволе, пороны, принцы, короны. И все несчастья их и боли мочею, болью проросли. Да, я люблю ему пельмени, порю домашнюю лапшу, но тем не менее, тем не менее, театром тоже я дышу. Пока Полина отдыхает, мы видим двух коллег Журавлева. У них была нормальная холостяцкая компания. Журавлев, амплуа кушать подано, Бельветерский, это герой-любовник, и Швыдкой, комик. Дело все в том, что в некотором отношении Дмитрий Антонович Сухарев, он же Сахаров, человек темный. Он не знал, что в это же самое время, когда придумывал фамилию посмешнее, замминистра культуры у нас Михаилу Ефимовичу Швыдкой. Но я это все показывал ему Михаилу Ефимовичу, он долго смеялся и разрешил оставить. Вот, так они ужасно огорчены тем, что холостяцкая компания их разрушена, что Журавлев женился. Вот, и поют такие холостяцкие куплеты. Когда, мой друг, смазливенькая павла, Тебя, мой друг, стреложил и вдруг, Считай, что все пропало, Считай, что все пропало. Ты более не мужчина, не мужчина, а соборок. Ты более не мужчина, не мужчина, а соборок. Но ежели подруга не спаслила, К чему на ней и живится, черт возьми? О, как неразумливо, о, как неразумливо! Порой венец творения увлекается страстей. Ты повел себя против правил, Рассисисисисисокался и влез в хамут. Ты сиротками нас оставил, И тебе полагается ответный кнут. И тебе полагается ответный кнут. Ты видно, будешь бить, видно, будешь бить, Будешь бить ты, узнаешь, что в школах. Когда мой друг, жена твоя, гигера, Отравлю для тебя остаток дней. Лишь дружба и матера, Чем старей, тем забористей, Чем крепче, тем дурней. Чем старей, тем забористей, Чем крепче, тем дурней. Но ежели жена тебе моложе, И отче нам приятственно на вид. В супружеское ложа, в супружеское ложа, Забраться некто третий непременно норовит. И ты помнил себя, Руки в брови, Рассисисисисисисисокался и влез в хамут. Ты сиротками нас оставил, И тебе полагается ответный кнут. И тебе полагается ответный кнут, А его никак ничем не говоришь. Да, есть вещание, есть зеленья, Что-то расплещет через кровать. Есть сияние, слияние, Двух душ в один нескучный рай. Бодрее венчайтесь, Россия, В обед живих невесту, Вы и роли. Да, ты помнил себя, Руки в брови, Рассисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисисис что все ясно, что ему полагается. И вот они задумали разыграть провинциалку. Она узнает об этом коварном замысли и сама решает их разыграть. И Бельгадерскому она представляется в роли богатой вдовушки. И он все время ей задает вопрос «А муж вам не мало ли оставлен?» И он все время интересуется размером оставленного наследства. Ну и по ходу тела выясняется, что у мадам вдовы замечательные актерские способности. Он говорит, что у вас такие способности, что я берусь вообще устроить вам бенефис. А она так, притворяясь наивной провинциалкой, а Павла, нет, прости, притворяясь наивной барыней, которая вообще в театре не это делала, спрашиваешь, что ж такое бенефис? Для меня такая радость беседует с вами при театре. Хочу спросить вас про загадочное слово, его я слышу от актеров и актрис. Моим ушам оно иного и неного, и слух, 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 и нюх, 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 чую до кулис. Извольте спрашивать, так что это за слово? Ах, это слово, ах, это слово, слово бенефис. Ах, это слово бенефис, бенефис. Когда мы спросили про волнительное слово, коль без таланьян бенефис, оберегись, зато к таланту это слово не сурово, а вы, 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 актрисы из актрис. Шутить изволите? Скажу вам это слово, у вас и живость, и фактура, и основа. Сдалью мы актрисы, даю вам это слово, я сам, 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 я вам, 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 устрою бенефис. Я устрою вам роскошный бенефис, бенефис. Вы так возвышены в речах о бенефисе. Не смею думать, не напрасно горло драм. Вы так возвышены в речах о бенефисе. У вас, 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 у нас, вас, вас, в нему природный дар. Вы так возвышены в речах о бенефисе, как тот китаец, распечатавшийся о рисе. Да, бенефис, сулит актер и актрисе, весьма мамма, не мамма, не малый, гонорар весьма не малый. Гонорар, гонорар. Вы мне правы, всю голову вскружили. Мне кажется, театр — это вид для меня. Ну что, в основном, ты совершенно не правы. Вы вся просто созданы для театра. Ну вот, а потом она ему говорит, господин Бельведерский, что это мы все обо мне да обо мне говорим? Давайте поговорим об вас. Вот теперь вот это скажи. Что же вы, господин Бельведерский, мы все обо мне да обо мне говорим? Давайте уж поговорим о вас. И вопрос задай. Я слышал, вы недавно вернулись откуда? Я слышал, вы недавно вернулись откуда? Из Франции? И что вас туда привело? И он, встав в позу оперного тенора, у меня сегодня с тенором проблемы, но это не важно. Главное — характер. Отвечает Гей на этот вопрос. Мой дядюшка скончался близ к венам, На тех же в жизни, на жизненном перу, На девок и на карты все укроплено, Он мне, он не расставил, мне не рублено, Он мне, он не оставил, мне не рублено. Оттешившись на жизненном, Беру обвестимо, Ваш дядюшка скончался, Уй, мадам, Ни рублика, ни пранка, Ни сантима, Ни рублика, ни пранка, Ни сантима, Он мне расставил, Не оставил, А мне не оставил. Не сбывшейся мечтой Мой душ колебля, Мне видится во Франции парад, И замок мой бельеет на скале, Как парус одинокого корабля, Как парус боевого корабля, Как парус Как парус Как парус Как парус Ну вот, а потом, Наша героиня, Наша героиня встречает, Швыдкова, Комика, И ему она предстает, В роли девушки, Из народа, И, значит, Когда их разговор становится Совсем уж Игривым И веселым, Вот в ее исполнении Звучит следующее Русское Русское народное! Сергей Яковлевич, Вы же определитесь. Вы здесь стоите? А я что, в корне? Да нет, ну так, Просто найдите пространство, пожалуйста. Да чего ж мы, бабы, слабы, Да чего ж мы, бабы, слабы, Вечно мы слабы, как в охмелю, А уж как бы я б тебя ждала бы, Приходи, миленок, полюблю! Чум-чум! Вмиг разгорячу, Ой, как я тебя хочу! Не баясь, что дикая, На людях я тихая. А здесь помогите мне немножко. Ага, тихо. Забродила не в кочне, А в лютого теникой во мне. Ой, да забродила не в чину, Скажи миллионок причину. Чум-чум! Вмиг разгорячу, Ой, как я тебя хочу! Не баясь, что дикая, На людях я тихая. На людях я тихая. Не баясь, что дикая, На людях я тихая. Вмиг разгорячу, Ой, как я тебя хочу! Ой, как я тебя хочу! Не баясь, что дикая, На людях я тихая. Ну и первое отделение мы хотели закончить песней, которая была специально написана для одного фильма, посвященному великому русскому актеру. Но песня потом вышла как бы за пределы этого фильма. Она связана, конечно, с театром, с бродячей жизнью актерской. Вот мы попробуем. Дело в том, что эта песня мне чрезвычайно тоже дорога, потому что я горжусь таким одним обстоятельством. У нас с Дмитрием Антоновичем Сухаревым есть общая черта в биографии. Моя мама тоже была актрисой. Я тоже из тех деток, которые выросли за кулисами, тоже выросла в любви и уважении к людям этой нелегкой и, поверьте мне, неблагодарной профессии. На дороге, на зарожье, бурова, далеки, да, Едем, едем за портуда, на тереге сковорожье, Не рассказывай поручи, что дорога никуда, а что? А ведь чего, что никуда идёт дорога? А мы будем, будем, будем комедию ломать. А вы хотите, не хотите, а вы рабочите, неблага, И как миленькие будете комедии внимать. Мастикой на вас шутер скинет парик и штиплеты, Нозы румяны, видны черты мудреца. Вон ли не леет, что спеты и лови куплеты, Так же не печенье, как сдултая ветром полица. А что, а ведь чего, но не навеки, ради бога, А мы будем, будем, будем комедию ломать. А вы хотите, не хотите, а вы хотите, неблага, И как миленькие будете комедии внимать. Мастикой на вас шутер скинет парик, Посидя и повырец, Ножки в ризы уже не смешны никому, Все крыльяки кровавой соплей подавились. Все колумбирушки карнули в вечную тьму, А что, а ведь чего, но не навеки срок, А мы будем, будем, будем комедию ломать. А вы хотите, не хотите, а вы какожете немного, И как миленькие будете комедии внимать. На дороге над заросшей мурова, да нет, да. Едем, едем за фортуна, На теле не расскажем, Не рассказывай хороших, что дорога никуда. Город синий на берегоне, Город сирится на реке, Едем, едем за фортуна, В разуслаженном фургоне, И легкие иконы Будут поедут на реке, И легкие иконы Будут поедут на реке. Аплодисменты 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 Аплодисменты